Ну что ж, дорогие друзья, мы за обувью уже научились ухаживать. И, кстати, обувь – это немаловажный фактор в правильном падении при гололёде. Почему я говорю о падениях? Потому что на самом деле умение падать – это целая наука, которую в обязательном порядке осваивают и те, кто любит экстремальные виды спорта. Но этой зимой навык пригодится не только им, но и всем тем, кто выходит в гололёд на улицу, то есть абсолютно всем нам, которые вынуждены в любое время года выходить на работу. Итак, скользко, гололёд, как падать, как ходить. Обо всём об этом и многом другом. Сегодня мы поговорим с моим утренним гостем. В гостях у меня президент Ассоциации каскадёров Республики Молдова Роман Цурканов. Доброе утро, Ром. Снова здравствуйте. К этой регали я ещё не добавила мастер спорта по хождению на костылях. Да, я… Это правильно, да? Да, была в моей жизни такая история. Я ходил в гипсе три месяца. Произошло это тоже зимой. Правда, у меня не было перелома. У меня был разрыв ахиллесово сухожилия. И меня где-то вот так вот по бедру закатали в гипс. Одеваться было некуда на тренировке. Надо было ходить на работу. Надо было ходить из трёх месяцев. Первую неделю я пробыл в госпитале, когда сделали операцию, сшили обратно. Потом ещё недельку я пофилонил дома. А два с половиной месяца я ходил на костылях, я ходил на тренировку, я ходил по зиме, по гололёду. Я падал. А так как я ещё и судья, я на соревнованиях приходил на костыли, я на телепередачи приходил на костыли. После этого ты решил внедрить программу под названием «Антигипс». Так я понимаю. Ну, как вам сказать, она пришла чуть позже. Падаем мы постоянно. Мы постоянно падаем в кино, мы постоянно падаем на тренировках. Так как у нас есть, так как мы раз в неделю занимаемся на улице, зимой мы выходим на лёд и учим людей падать на льду. Но в программу «Антигипса» это выросло чуть позже в связи с подписанием договора о сотрудничестве с Федерацией «Роллерспорт». Давайте так. Нам, нашим телезрителям, сегодня интересно узнать, как они, выходя из дома, должны правильно, первое, ходить, второе, правильно падать. Вот твои рекомендации по именно умению падать и умению ходить. Ну, во-первых, конечно, мы выбираем правильную обувь. Ну да, чтобы она была не осенняя, была достаточно зимняя, с хорошим протектором, качественная. А по поводу падения, то есть ходьба правильная, то есть если вы поднимаетесь куда-то в горку, нужно на ребро ногу ставить, да, то есть не ставить её плашмя, потому что она может съехать. А как в горы поднимаетесь, крутую горку, именно на ребро. Если вы чувствуете, что у вас, допустим, скользкая поверхность, то лучше начинать, упирая пятку и потом перенося на носок, потому что если ты сразу центр тяжести ставишь посередине, да, или мышка ходим, да, вот у нас идёт. А здесь её нужно как бы воткнуть, поставить, воткнуть, поставить. То есть какой-то промежуток дороги, да, вы должны, ну, чуть по-другому идти. То есть не просто её ставить так, а как бы пяточкой, как бы закапываясь в лёд, да, зацепляясь. Потом ставить её уже полностью плотно на ногу. Отлично. О хождении поговорили. Что касается умения упадать? Есть ли какая-то теория, что потом мы перешли непосредственно к практике? Да, конечно. Расскажи. Значит, ну, у нас, будем говорить так, основных два направления впадения. Даже, ну, будем говорить так, не два, а три. Это вперёд, это назад, и это правым левым боком. Почему говорю три, а не четыре? Потому что бок, он что в одну, что в другую сторону. Правило одно и то же. Значит, что в бок, что назад, ну, то есть мы берём вот эти части, да. То есть первое, что нужно делать, нужно выключать колени, когда вы падаете. Потому что человек, когда назад падает, вы, наверное, видели и, наверное, сами на себе ощущали. То есть если у вас, ну, у нас очень часто нога подскальзывается вперёд, да, вылетает. То есть и человек что делает? Рефлекторно срабатывает инстинкт самосохранения. Он выставляет руку. Ну, мы обязательно это ещё продемонстрируем, да? Ну, да. Да? Я бы хотела вот что-то спросить. На твою программу антигипс вообще люди записывались? Проходило ли какое-то? И сколько, сколько, сколько времени нужно, чтобы научиться правильно падать? Ну, мы посчитали. У нас в программу антигипс ходит не только координация, падение. Начинается это всё в спортзале. Потом мы переходим на ковролин. Потом мы переходим на неровную поверхность. Потом мы переходим на плитку асфальт. Потом мы переходим на скользкую поверхность. То есть если это зима, то лёд. И потом мы переходим на ступеньки. То есть как ещё и правильно падать, лететь, приземляться на ступеньках. И обязательно в данном курсе это у нас преподает медицину врач с МЧС, который преподает раздел травматологии. Откуда это родилось? Потому что мы в программе антигипс готовим инструкторов, спортсменов. Что связано было с роликами. Это было начало. И чтобы полностью человек обладал всеми навыками, не только падения, но и оказания первой доброчебной помощи. Первая доброчебная помощь. Тогда он и сам себе может помочь, он может понимать. То есть если он не выключился, не потерял сознание, то он может, проанализировав, условно говоря, протестировав самого себя, понять, у него есть перелом, нету перелома. У него там есть какие-то ещё ушибы, телесные повреждения. Потому что понятное дело, что основная рекомендация, это при любых вот такого рода травмах сделать рентген. Потому что там на ощупь или визуально сложно понять, оно может быть невинно. Но оказать какую-то первую иммобилизацию, то есть посмотреть, дышит, не дышит. Человек потерял сознание, не потерял сознание. Есть у него признаки сотрясения мозга сильного или нету. Есть перелом позвоночника или нету. Ударился он в шею, не ударился. Первая – это протестировать самого себя, дальше звонить. Почему она называется первая – доврачебная помощь? Потому что первую медицинскую помощь – это надо, я не знаю, лет 5-6 отучиться. А первую – доброчебную помощь. То есть практика показывает, что человек… Чем может помочь человек, проходящий мимо и увидевший, что человек упал? Да всем чем угодно. У нас на курсе, опять же, по первой доброчебной помощи, мы попросили врача и проанализировали сами ситуацию, что у нас может быть на улице под руками, улица помещения. Потому что мы не живем на северном полюсе, мы не живем в пустыне, что вокруг ничего нет. И то, и там можно что-нибудь придумать. Какие подручные средства, которые могут помочь? Потому что… Да какие? Да любые, начиная… Ну вот смотрите, нет у вас ничего, да, то есть, к примеру, человек сломался в ногу. Условно говоря, там руку, все что угодно отбил, сильная травма и так далее. Тебе нечем ее иммобилизировать, то есть нету шины, нету еще что-то. Любая картонная коробка с ближайшего магазина, любой веник можно оторвать. Ну, в зависимости, ты проводишь… Да, в зависимости рука или нога, и в каком месте произошла травма, да, мы иммобилизируем выше-ниже, да, то есть, соответственно, травмы, чтобы сустав не двигался, да, чтобы уже в таком положении, да, то есть привязываем, чтобы в таком положении уже добраться там до скорой помощи, до врачей. Ну, если это локоть и колено? Ну, если это локоть и колено, значит, рука до плеча вся иммобилизирует, если это колено, то до бедра, чтобы уже ни верхний, ни нижний сустав, они не двигались. Ром, я бы хотела очень, чтобы ты продемонстрировал на практике, образно говоря, наш студийный пол тоже очень похож на гололед, не мог бы ты нам показать, как правильно подать… Ну, давайте начнем назад, потому что, смотрите, есть специфика. Я предлагаю переместиться, у нас есть человек, который любезно согласился помочь в этом процессе, Александру Веру. С добрым утром. С добрым утром. Вот Александр Веру будет тем человеком, который будет неправильно падать, а ты будешь рассказывать ему, почему он неправильно падает, и как сделать так, чтобы падение было правильным. Будем бороться сегодня с последствиями той самой погоды, о которой я рассказываю обычно. Первый вариант – это если человек идет прямо, подскальзывается и… Падает назад, то есть, ну, нога вылетает, но он летит. Попадать назад, да? Давайте мы… Давайте. Вам его не жалко? Может, мы его уроним неправильно? А вам еще хочется, чтобы меня не было жалко? Или как? Итак, давайте, может, уроним, если его у самого себя не жалко. Ну, сильно ронять не будем, потому что… Еще пригодится. Да, еще пригодится. А, ведущих никогда. Значит, смотрите, у человека вылетает нога очень резко, да, а у нас гололед, и вторая, соответственно, у него коэффициент трения будет очень маленький. Что? Давай сделаем вот лайтс, чтобы я тебя не трогал, встань нормально. Ну, я тебя слегка толкну назад, ты себе представишь, что ты падаешь, да, какое твое рефлекторное движение? Вы поддержите там моего коллегу, если что-то, как упадет назад, погоды не будет. Первая мысль, какая у тебя будет, да, то есть, если ты летишь назад, да? Что я сделаю? Нет, ну, ты так не будешь. У меня левая нога идет вперед, и руки назад. И руки назад. Голова обступили. Голова тоже так же. Абсолютно правильно, я вас поздравляю, вы клиент больницы скорой помощи. Боже, вас попросили. Как говорится, да. Саша, вот то, что он проговорил, да, он сделал ошибку, которую делают абсолютно все люди. Почему? Потому что инстинкт самосохранения, он, ну, срабатывает раньше. Они выставляют руку при таком положении руки, то есть, если он будет падать, да, давай назад, да, выстави руку. Вот, ты же боишься, тебе больно. Выставит руку. При таком положении руки он сломает себе кисть. В зависимости от того, как прилетит, может вылететь ключица и плечо, ну, и локоть. Это, опять же, в зависимости от угла прилета. Плюс, посмотрите положение таза и позвоночника. То есть, если он вот так вот вертикально прилетает в ровную поверхность, он может себе поломать тазобедренную суставу. Ну, слушайте, Рома, а как? Вот я подскальзываюсь, как я падаю? Естественно, я так падаю. Нет, неправильно. Хорошо, покажите, как. Абсолютно неправильно. Саша, значит, смотри. Основное правило, которое касается падений кувырков назад, группировок, Не надо кувырков падать. Это выключить колени. Как только у вас, представьте, что их вот в школе делали вот так, Саша. Угу. Да? Чувствуешь, ноги вылетают? Вот твоя задача за мной вниз резко упасть. О, еще раз. Еще раз попробуешь? Еще раз. Три, два, раз. Упал, да? Теперь смотри, я буду тебя слегка толкать назад, а ты что делаешь? Так же падаешь, да? Видите? Только развернитесь, так, чтобы телезрители видели. У него, смотри. Еще раз толкните его. Еще раз толкаю, да. А у него падай, не садись, а падай. Оп, да. Центр тяжести идет назад, да? Спина, голова и все остальное. Чувак боится, ставит руку. А если он летит назад, при всем при этом выключает колени, у него пятая точка, то есть попа. Да. Чем ближе попа к пяткам, тем позвоночник более круглый. Чем дальше, видите, спина прямая. Копчиком удуряюсь, поломался. А если я здесь сажусь, у меня спина круглая. Я раз, и дальше уже, видите, катаюсь, как мячик. То есть группируемся. Это если назад. Далее, если вперед. Если вперед. У нас есть три типа, да? Вбок такая же стопка. Александр, вы сориентируетесь к хватой, нет? Более не менее, но это куда легче, чем просто вот так вот. Действительно. Да, да. Ты группируешься автоматически, просто расслабив колени. Выключив колени. Ну, это опять же нужно отрабатывать на тренировку. Да, ну, понятно. Давайте дубль номер два. Итак, мы летим вперед. Мы летим вперед. Мы падаем вперед. Вот. Здесь самая сложная ситуация. Почему? По причине того, что человек летит вперед, он складывается, группируется. Ну, вот на всех тренировках, да, по борьбе показывают, да? То есть как... Давайте тренировки... Могу? Да. То есть мы на льду. Могу показать? Да. Так, все на месте, ничего не сломано. Это что? Ну, грубо говоря. А, да, вот так вот. Это на тренировке мы так делаем. Нет, я имею в виду, я скрутился так правильно. Но, я вам сразу говорю, что то, что проходит в спортзале, не проходит на улице на гололете. Опять же, это физика, коэффициент трения. Если вы летите вот так. Да, летите. Вот, подсказнулись. Если вы выставляетесь вот так, опять же, перелом рук грозит. Если руки разъедутся вот таким вот образом по скользкой поверхности, да, я прилетаю куда? Лбом. Лбом. Так, а я должен... Лично мой лоб лет 10 назад пострадал раза 3-4, пока я не дошел, как это делать правильно. И как это делать правильно? Вы не успеете вот так вот сгруппироваться никогда на льду. Так. Потому что вторая нога скользкая, вторая нога тоже скользкая. Нужно выкладываться вперед, вот так, как труба. То есть, если я подскользнулся, я сниму на секунду, можно? Да не надо. А что? Ну, давайте, ваша там петличка, нет? Ну, ничего страшного. Да? Так. Так. Вот, смотрите, если я подскользую, ну, здесь не так скользко, видите, оно не дает мне возможности. Да. Но я выкатываюсь вот таким вот образом. Так. Все. А, и прилетаете, и дальше переворачиваетесь. Поднимаетесь, Роман. Это что касается вперед. Да. Теперь, что касается лево-право. Лево-право такая ситуация. Если у вас нога вылетела, вы подгибаете и садитесь. Если Саша, кому-то, повторит, то он упадет нормально. То есть у нас, а еще и бывает так на льду. Да. А по вторую ногу, бываешь, это вылетает и выбивает. Вот так, видите, как мягко упал. Мягко упал. Ну что ж, большое спасибо, Саша. Ты примерно, как бы, правила выучил? Я выучил, но главное дело на практике, да. Главное не сколько ты падаешь, а сколько ты поднимаешься и как. Это правильно, абсолютно. Вот это я и хотела завершить нашу беседу. Благодарим, большое спасибо. Сегодня с нами был президент Ассоциации каскадеров в Республике Молдова Роман Цурканов. Не падайте, дорогие друзья. Если не падаете, то поднимайтесь. Это самое главное. Дальше реклама. Оставайтесь с нами. Ама-па. Савинка. Удачи. Удачи! Продолжение следует...